Приветствую вас, как ни парадоксально, но совершенно очевидно, что вам ваши страхи для чего-то нужны. Совершенно очевидно, что вам ваши переживания зачем-то нужны, зачем-то они необходимы. Совершенно очевидно, что вы может быть от чего-то прячетесь, может быть от чего-то бежите, вот. Потому что навязчивость, которую вы чувствуете, она пришла не просто так, она пришла не случайно, у этого есть свои причины. Вы пишите о том, что вы сейчас сидите дома, вы пишите о том, что вы не работаете. Почему? Как стало это возможно? Ну, нужно исследовать этот момент. Потому что панические атаки вам для чего-то нужны. Сам механизм страха, тревожного ожидания, это все-таки именно то, что вы хотите. То есть, это именно ваши некие желания, некие потребности. Вот. которые необходимо раскрыть. Чтобы, например, вы лучше в этом разбирались. Чтобы, например, вы лучше понимали, о чем идет речь. Чтобы, например, вы лучше отдавали себе отчет в том, что вы хотите и так далее. На мой взгляд, это предельно важно. На мой взгляд, это предельно важно. подумать, что вам дает, какая есть вторичная выгода от данного аспекта, от данной ситуации. То есть, что вы получаете благодаря ей для себя. Возможно, вы боитесь всего-то. Возможно, вы не хотите работать. Возможно, вам просто не особо чего интересно. И поэтому вы, условно говоря, можете позволить себе сидеть дома и не работать. Что касается панических атак, то это страх. Это страх, это опасность и, соответственно, с этим тоже нужно работать. А если переживания, которые вы испытываете, сильные, ну, серьезные, если это очень сильно влияет на вашу жизнь, то имеет смысл обратиться к врачу, чтобы вам помогли. Быть может, медикаментозно сняли симптомы, которые вас беспокоят сейчас. И после чего вы можете обратиться к психологу для, опять же, дальнейшей работы по данному направлению. Значит, избавиться можно. Для этого необходимо войти в контакт со своими чувствами и понять, в какой момент, почему и где произошел отрыв того, что вы хотите, того, что вы чувствуете и вернуть вас туда. Тогда и проблем на самом деле у вас станет гораздо меньше, а те проблемы, что останутся, не будут вас так сильно напрягать. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...